Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надёжные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнёр на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM Вопросы уже есть. Будем их постепенно озвучивать. Но поскольку первый вопрос от Александра касается темы выборов, давайте с него и начнём. Алексей, добрый день. Как вы оцениваете тройки кандидатов на выборы в Кировскую городскую думу от ЛДПР и КПРФ? Как оцениваете свои шансы и шансы партии «Справедливая Россия» опять же на выборы в Гордуму? Я планировала вообще немножко поговорить ещё о губернаторских выборах. Но раз такой вопрос, давайте с Гордумы начнём. Определились две партии из наших парламентских. Коммунисты и ЛДПР. На прошлой неделе были озвучены списки. Это, я так понимаю, общегородские списки партий. От коммунистов. Список возглавляет депутат Законодательного собрания Леонид Сандалов, руководитель Кировского горкома партии Марина Сазонтова и секретарь обкома по идеологии Алексей Вотинцев. Но люди в городе известные, такие достаточно яркие персоналии, которые периодически даже у нас в эфире бывают. От ЛДПР, соответственно, тоже, на мой взгляд, ничего нового. Партийную тройку возглавляет Владимир Жириновский. За ним в списке, утверждённом на партийной конференции, идёт депутат Госдумы Кирилл Черкасов и депутат Законодательного собрания Татьяна Веселова. Как оцениваете? Вы знаете, к двум оппозиционным партиям и к ЛДПР, и к КПРФ я отношусь очень уважительно. Считаю, что у нас с ними абсолютно совместная, правильная и одна и та же работа. Мы боремся с действующим заселем партии «Единая Россия» и выступаем, можно сказать, единым фронтом. Поэтому к этому списку конкретному я отношусь также весьма уважительно. Это все известные фигуры, это все узнаваемые фигуры. И пользуются огромным авторитетом и в Кировской области, и, судя по списку ЛДПР, и во всей стране. Поэтому считаю, что тройки хорошие, качественные. И партия КПРФ и ЛДПР имеют высокие шансы на хорошие проценты в городской думе. Что касается нашей партии, то, естественно, к нашей партии я отношусь еще более уважительно. И считаю, что наша команда, наши списки и наши кандидаты в Кировскую городскую думу будут не менее сильны, а во многих позициях даже более сильны, чем представители КПРФ и ЛДПР. Список когда будет известен? Список будет известен на нашей конференции 15 июля. Партия у нас демократическая. Мы на конференции обсуждаем все возможные кандидатуры, все фигуры, все слабые и сильные стороны того или иного кандидата. Поэтому список будет известен исключительно во время конференции. Никаких ранешних договоренностей мы делать не будем, и поспешных выводов делать мы тоже не будем. Поэтому у нас, еще раз повторюсь, партия демократическая, все обсуждается, списки плавающие, и конференции будет известен точный состав наших бойцов, наших кандидатов. То есть это будет в субботу? Это будет в субботу, все верно. До субботы вы пока озвучивать информацию не готовы. Оглашать информацию, списки, фамилии я пока не готов, потому что не считаю это нужным. У нас плавающие списки на сегодняшний момент. Я поняла. Алексей, поясните еще, пожалуйста, коллеги наши сообщают о том, что выборы в Городскую Думу в этом году будут проходить по-новому. В каждом округе партии представляют отдельные списки и еще общегородской список. Все верно, так и будет. Будет общегородская тройка. Ну вот это та, которая озвучена была. Та, которую вы озвучили, а справедливостью будет точно так же три фамилии. И в каждом конкретном округе будет еще своя партийная двойка, либо тройка. В зависимости от того, сколько человек выставит партия. Помимо этого будет голосование по одномандатным округам. То есть избиратель будет ставить галочку напротив фамилии, а не напротив партии. Поэтому в этом году в городе Кирове избиратель получит три бюллетени. Это на выборах губернатора Кировской области, на выборах по одномандатному избирательному округу, где будут фамилии кандидатов. И на выборах в Кировскую городскую Думу, где будут списки партий и логотипы, и названия партий. Ну, что касается одномандатников, то сейчас их шесть. Всего 18 мест, я так понимаю, кандидаты-одномандатники займут в городской думе из 36. Все верно. 36, а еще 18 проходит по спискам. Понятно. И я хотела еще спросить насчет прогнозов все-таки, потому что тоже озвучивали СМИ, в том числе и со ссылкой на представителей партий. ЛДПР, насколько я понимаю, говорит о том, что планирует порядка 30% набрать на выборы в городскую Думу. Справедливая Россия Сергей Доронин озвучивал 20-25% в цифру. Коммунисты цифру не озвучивали, но говорят, что собираются выдвигать 58 человек по спискам и одномандатным округам. Ну, вот, на ваш взгляд, этот прогноз, насколько он соответствует реальным ожиданиям, может быть, вашим ожиданиям? Вы знаете, что касается ожиданий других политических партий, то действительно не могут прогнозировать свои цифры, свои возможные победные одномандатные округа. Что касается нашей партии, то действительно стоит задача перед нашими активистами, перед нашими кандидатами, перед избирательным штабом набрать не менее 20-25% в Кировскую городскую Думу. И мы надеемся, и мы чувствуем в себе уверенность, ожидаем победы на двух-трех одномандатных округах. Таким образом, мы планируем увеличить нашу фракцию в Кировской городской думе. Мы планируем... Напомните, сейчас сколько вас? Сейчас нас осталось четверо. Было пятеро, осталось четверо, ну, в связи с различными уходами в областное законодательное собрание и так далее. Поэтому мы планируем увеличить нашу фракцию, тем самым мы увеличим голос наших избирателей в городской думе. Мы планируем бороться, и мы об этом неоднократно заявляли, и за пост хотя бы заместителя главы города Кирова. Поэтому наши притязания известны, и мы отдадим все для того, чтобы набрать этот необходимый 20-25% барьер. И мы чувствуем в себе уверенность, что это мы можем сделать, потому что оппозиционные настроения в городе сегодня как никогда сильны. В городе складывается такая ситуация, что куда ни посмотри, в какой сектор ни загляни, в какие цифры ни обрати внимания, то везде минусы, везде недочеты, везде есть над чем работать. И мы как конструктивная партия, мы всегда предлагаем свои предложения, у нас всегда есть свои инициативы, постоянно есть и поправки и в городской бюджет, и в конкретные программы. Поэтому мы не голословные популисты, мы конкретная команда, конкретные специалисты, кто знает толк в городском бюджете и, естественно, знает все городские проблемы. И готов не только о них разговаривать, но и готов их решать, чем мы, собственно, сейчас в городской думе и занимаемся, наша фракция. Мы тему выборов продолжим через одну минуту после небольшого перерыва. Особое мнение на 101FM Продолжается особое мнение Алексея Кузьмина, депутата Кировской городской думы. Обсуждаем выборы в Кировскую городскую думу, предстоящие нам в сентябре. Еще один вопрос. У меня вы сказали, что вы рассчитываете, вы, эта партия «Справедливая Россия», рассчитывает на победу в двух-трех одномандатных округах, как минимум, выставляет сильных кандидатов. Скажите, пожалуйста, вы выводы какие-то сделали для себя после законодательного собрания, выборов в законодательное собрание? Потому что, вот мы все помним, да, были сильные конкуренты, была борьба на многих участках такая, вот, ну, у Павла Дорофеева, мы помним, да, эту историю. Я не знаю, как-то вот вы будете бороться, усиливать активно, агитационную работу, еще что-то, вот. Вы знаете, действительно, на прошедших выборах в областное ЗАГС собрание наша команда сработала достаточно уверенно, но тот процент, который мы набрали, и то одномандатное место, единственное, которое мы получили, мы считаем, естественно, работу неудовлетворительной. И предпринимаем все возможные усилия для того, чтобы в Городскую Думу такая ситуация не повторилась. Мы по-прежнему выставляем в городе сильных одномандатников, кандидатов в депутаты. Мы единственная, ну, как мне кажется, партия в Кировской области, ну, из парламентских, которая вообще никогда не пользовалась и не баловалась и не применяла черные избирательные технологии. Мы никогда не лили море компроматов ни на кого, мы не заказывали подметные газеты, мы не обклеивали подъезды чернушными листовками и так далее. То есть мы говорим о том, что мы боремся честно, мы боремся сильно и честно, и будем продолжать бороться, и все возможные выводы, которые мы вынесли из той осени, мы их сделали и будем переносить их на эту осень. Поэтому я считаю, что шансы у нас неплохие, команда у нас сильная, списки, которые мы сейчас обсуждаем и которые будут приняты на конференции, они достаточно сильны. Поэтому я считаю, что нам нечего бояться, никакие черные технологии поливания нас грязью не заставят нас ответить взаимностью. Мы будем отвечать перед избирателем, мы показываем избирателю свою программу, мы показываем своих людей, мы говорим о том, что эти люди опытные и они готовы решать городские проблемы, а не поливаем грязью своих оппонентов. Поэтому мы честны, а победа будет за правдой. Ну посмотрим, как проголосуют избиратели, не так много времени осталось и до губернаторских выборов, и до выборов в городскую думу. Собственно, по губернаторским выборам «Справедливая Россия» единственная из наших парламентских партий, кировских, кто не заявился со своим кандидатом на выборы губернатора. И у нас есть вопрос от нашего слушателя. Представляется он как Толя Справорос на сайте. Он спрашивает, Алексей, не участие в выборах губернатора, о котором сказал Сергей Доронин, руководитель Кировского отделения «Справедливая Россия». Напомню, это глупость или предательство интересов партии? Не пора ли настоящему мужчине сдать партийный билет? Вы знаете, достаточно резко сформулирован вопрос. Глупостью и предательством я это точно не назову, потому что выдвижение нашего кандидата от партии обсуждалось, серьезно обсуждалось. Мы были готовы бороться за губернаторское кресло, но есть очень много и достаточно весомых аргументов и факторов, которые влияют на это выдвижение. И ни для кого не секрет, что избирательная кампания, во-первых, бесплатно проводиться не может, то есть необходимы финансовые ресурсы, формирование избирательных штабов, полунаблюдателей, агитационные материалы. Это все требует очень существенных капиталовложений. На сегодняшний день никто из участников и членов нашей партии не нашел, можно сказать, необходимое и финансирование, и поддержку. И было принято такое решение. Что касается Сергея Александровича и его решения самому не идти на эти выборы или рассматривать других кандидатов, то это позиция Сергея Александровича. И он вправе, как лидер партии, принимать такие решения. Вопрос в том, надо ему уходить или не надо ему уходить из правил в России, также будет принимать лично Сергей Александрович. Поэтому я считаю, что вопрос не совсем корректен и, может быть, даже и некрасив. Но что в партии необходимы перемены, что партия нуждается в серьезной модернизации, возможно, в обновлении. Это мы сейчас про Кировское отделение говорим? Естественно, Кировское отделение с прилива России. То, естественно, безусловно, я полностью за эти тезисы, за эти термины и считаю, что наша партия и в этом году покажет несколько фокусов. И модернизация, и серьезный прорыв в партийном и в политическом плане появится еще в этом году. Я обращаю внимание, что слово «фокусы» — это хорошие фокусы, без использования черных технологий. Еще маленький вопрос по губернаторским выборам. На прошлой неделе Николай Голиков, главный редактор журнала «Товар. Деньги. Товар» давал свой прогноз по прохождению кандидатами муниципального фильтра. Я напомню, что все наши кандидаты в губернаторы должны набрать определенное количество голосов представителей районных, муниципальных и прочих дум. А сам выдвиженец Николай Дубровин должен набрать еще и около 5,5 тысяч, по-моему, голосов избирателей, подписей избирателей в свою поддержку. Можете ли вы сказать, вот, собственно, у нас наши кандидаты, 5 человек, кто из них проходит все-таки и становится реальным кандидатом, а кто нет? Вы знаете, я слышал об этой проблеме, что потенциальным кандидатам в губернаторы бывает достаточно тяжело пройти этот муниципальный фильтр. И лично я, как депутат Городской Думы, так как нет представителя от нашей партии, от «Справедливая Россия», я готов отдать свою подпись одному из кандидатов от оппозиционных партий. Потому что... Кого мы сейчас имеем в виду? Какую именно партию? Потому что там есть еще партия. Я сейчас обозначу, да, что, например, Кирилл Черкасов от ЛДПР, насколько я знаю, он не испытывает сложности со сбором подписей. А вот у Сергея Мамаева эти сложности могут возникнуть. Поэтому я свою, можно сказать, там, весомую городскую и кировскую подпись готов отдать за Сергея Мамаева. Потому что считаю, что выборы должны и обязаны быть конкурентными, это раз. Во-вторых, так как я представитель оппозиционной партии, я, естественно, ближе к кандидатам от оппозиции. И, естественно, я не рассматриваю всерьез таких кандидатов, как Барсуков, по-моему, фамилия, да? Николай. Николай Барсуков, некая партия коммунистов России. Всем известно, что партия спойлер. И кандидатов я могу смело назвать спойлером. Поэтому за таких кандидатов я подписываться не буду. А он не обращался к вам? Ну, он не обращался и не надо. Вопрос заключается в том, что выборы, еще раз повторяю, должны быть прозрачные, честные и конкурентные. Поэтому я убежден, что именно те, кто заявился в кандидаты губернатора, должны пройти этот муниципальный фильтр. И, честно, участвовать в выборах сильнейший из них победит. А кто из них победит, я прогнозов делать не буду, но слышал такую информацию. И да, действительно, у нас там были такие цифры, что есть большая вероятность второго тура. Как сложится ситуация, покажет время. Но денег на него нет, как сказали в областном избиркоме на прошлой неделе. Не запланировано. Деньги на него найдут, если он будет. Если он будет. Хорошо, от темы выборов немножко отойдем. Перейдем к городским проблемам. Ну, Алексей, не могу не спросить про ремонт дорог. Какая-то волшебная совершенно тема с ними в этом году и с ремонтом. Накануне, значит, Александр Викторович Перескоков рассказал о том, что подрядчики, подрядчики филонят. Извините за такое слово, да. То есть накануне была хорошая погода, наконец-то, после дождей. И часть подрядчиков просто не вышла на участки. В процессе контроля это было выяснено. Сегодня с утра вроде бы работают все, но погода опять сегодня нас не радует. При этом Андрей Меньгин, руководитель дирекции дорожного хозяйства, заявляет, что около 50% тех дорог, которые ремонтируются у нас по программе «Безопасные качественные дороги», то есть вот тот миллиард рублей, который мы получили, сейчас либо находятся в работе, либо уже сделаны. Но лето-то уже, вот экватор, серединка, успеют, не успеют. Вы знаете, мы гадаем на кофейной гуще, успеют, не успеют, сделают, не сделают, еще до того, как были разыграны эти тендеры. И когда только-только появилась информация, что будут федеральные деньги на ремонт кировских дорог, я призывал и своих знакомых, кто занимается дорожным строительством в соседних регионах, призывал обязательно участвовать в наших тендерах. Но вот, к сожалению, по разным причинам они не заявились. И когда я увидел список победителей этих аукционов, я увидел хотя бы одну, не кировскую компанию, вот эту АРПТ. Агентство развития перспективных, по-моему, технологий, кажется. Значит, когда я увидел хотя бы из всех подрядчиков хотя бы одного иногороднего, я подумал, ну слава богу, хотя бы с ними, может быть, станет полегче, и они сделают качественный ремонт дорог. Но, как оказалось, к ним претензий на сегодняшний день больше всего, потому что у них лоты самые жирные и самые проблемные участки дороги. Например, Киров, русская, знаменитая наша дорога, которая находится в крайне ужасном состоянии. И именно эту дорогу будет ремонтировать вот эта московская компания. И когда стали возникать к ней вопросы о том, что применяются некачественные дорожные материалы, технологии укладки асфальта не соответствуют никаким ни ГОСТам, ни правилам, ни СНИПам, ничем. Значит, сроки постоянно затягиваются, постоянно возникают какие-то проблемы. И еще появилась последняя информация, что, оказывается, я не понимаю, как это вообще могло произойти, но, оказывается, дирекция дорожного хозяйства изменила тех заданий аукциона, внесло изменения, тем самым дав поблажку этой московской компании и, по сути, дав ей возможность заработать еще больше. Алексей, простите, пожалуйста, а вы информацию эту проверяли? Я, насколько помню, появилась она в Фейсбуке у Багира Шарифова. Я информацию не успел, я еще не успел проверить, поэтому, да, естественно, конечно, мы будем писать запрос, потому что информация очень интересная, что такое за изменение тех заданий. Потому что у нас были вопросы, у меня лично были вопросы вообще к тех заданиям еще до того, как были объявлены аукционы, и УФАС находило нарушение в этих тех заданиях. Ну, а УФАС и ныне там, и дороги у нас с каждым днем, мне кажется, риски того, что успеют или не успеют, они увеличиваются. Да, но мы же понимаем, да, чем меньше времени остается, тем быстрее делают, чем быстрее делают, тем менее качественно. Почему-то всегда так получается, да? Все верно. Будут торопиться, будут делать хуже. Все верно. Поэтому я призываю администрацию города, как заказчика этих аукционов, я призываю естественные правоохранительные органы обратить внимание на все дорожные лоты и на то, как исполняют свои контракты и контрактные обязательства подрядчики. Потому что возникает уже серьезный вопрос. Это не иголка в стойке сена, это целый, условно говоря, миллиард рублей. Хотя, опять же, убежден, что мы слишком в последнее время много уделяем внимания этому миллиарду. Не безосновательно, конечно, но тем не менее. И до сих пор у меня позиция следующая. Вот кировчане своим транспортным налогом, своими платежами за бензин, а именно там часть акцизов, кировчане заплатили больше трех миллиардов рублей в региональный дорожный фонд. Именно жители города Кирова. За какой срок? За один год. За 16-й год. А взамен они получают один миллиард из федерального бюджета. И причем об этом говорят как о подарке. Об этом говорят как о мане небесной, молятся на это и просят Боженьку о том, чтобы дождь прекратился. Но тем не менее. Мы говорим о том, что поступили федеральные деньги, а где областные деньги? Где деньги кировчан, которые заплатили транспортный налог и акцизы на бензин? Я не первый год и предыдущему губернатору, и действующему в РИО губернатору. Я писал письма о том, почему региональный дорожный фонд расходуется на какие угодно цели. Не целевые расходы. Но только не на ремонт дорог города Кирова. Если я не ошибаюсь, в 2015 году из него было выделено в Киров 3,3 миллиона рублей. Ну что это за цифры? Из 2-3 миллиарда. Да почти уже из 4 скоро будет. Поэтому здесь возникает вопрос, а где остальные деньги? Ответ-то был на письма? Ответ был, что вот есть такая муниципальная программа, федеральная, поэтому пользуйтесь, условно говоря, ей. Понятно. Ну, меня такие ответы не устраивают. Я считаю, что этот миллиард, это не манна небесная. Этот миллиард должен быть увеличен в несколько раз путем перечисления из областного регионального дорожного фонда. Это моя позиция, она не изменилась. Хорошо, сделаем сейчас небольшую рекламную паузу и вернемся в студию, напоминая, что слушаем особое мнение депутата Кировской городской думы Алексея Кузьмина. Алексей Кузьмин, депутат Кировской городской думы в нашей студии. Напоминаю нашим слушателям, я Анна Лапшина. Алексей, ну вот мы, как обещали слушателям, продолжаем следить за темой того, каким образом будет использована территория за кинотеатром Малые Пруса. Да, мы помним, некоторое время назад появилось две информации. Сначала, что там, возможно, будет сквер, некая благоустроенная зеленая зона. А потом, что там планируется построить некий конгресс-холл для нужд областного правительства, ну и, наверное, наших кировских предпринимателей. Вы, насколько я помню, обещали у нас в эфире провести некий опрос. Опрос провели. Можете сейчас по результатам сказать? Я так понимаю, что там местные жители высказывались. Да, все верно. Вот эта территория как раз относится к моему избирательному округу. Я депутат от этого округа. Поэтому я был просто обязан изучить общественное мнение, прежде чем делать какие-то заявления и высказывать какую-то позицию, точку зрения. Поэтому действительно силами моих помощников был проведен социологический опрос из жителей близлежащих домов. Мы опросили ровно 100 человек, и результаты получились следующие. Вот смотрите, я сейчас продиктую цифры, вы уже, уважаемые слушатели, сами делайте вывод. Значит, 52 процента, ну или 52 человека ответили, что они хотят видеть там парк или сквер. Потому что люди, кто там рядом живет, они привыкли видеть сквер с алыми парусами, который был вырублен, и хотят, естественно, чтобы нечто подобное появилось на соседней территории. Ну вот как раз на этом участке большого. Ну я напоминаю, что территория больничного городка, она тоже такая была, довольно зеленая, заросшая старыми деревьями. Ну конечно, люди привыкли смотреть на деревья, люди привыкли дышать свежим воздухом, тем более, что в самом центре города большая проблема увидеть парковые зоны или какие-то скверы. Поэтому, мне кажется, люди высказывают правдивую свою точку зрения. 28 процентов или 28 человек хотят видеть там образовательное учреждение. Не уточняли какое? А вот сейчас я конкретизирую, наши активисты предлагали два вида, либо это школа, либо детский сад. Вот эта территория находится в самом центре города. А как известно, в самом центре у нас колоссальная проблема с детскими садами и школами. И сам участок представляет собой территорию около трех гектар. А по современным СНИПам и нормам другим можно строить детский сад на территории от двух и двух гектар. Поэтому получается, что в принципе этот земельный участок в принципе подходит под строительство образовательного учреждения. И когда мы пытаемся втиснуть или хотя бы планируем втиснуть у черта на куличках детский сад или новую школу, то мы забываем о самом центре. Здесь проблема не решена и еще долгие годы она не будет решена без строительства инфраструктуры образовательной. Поэтому я считаю, что местные жители, когда говорят о том, что хотят увидеть здесь детский садик или школу, то их тоже надо поддержать в этом предложении. Я считаю, что это абсолютно обоснованное предложение. А озеленение может быть и на территории школы или детского садика. Но тем более, что там все равно щит надо делать между улицей Московской и самим детским учреждением. Мы понимаем, да, большая загазованность. Тем более. И транспортная инфраструктура полностью подходит в самом центре города. И по прописке туда дети будут попадать. Поэтому я считаю, что инициатива не безосновательная. Ее надо обязательно рассматривать. 10% ответили, что хотят увидеть там автопарковку, возможно, многоуровневую. Действительно, для жителей близлежащих домов проблема актуальна. Поставить свой автомобиль бывает попросту негде. А когда ставят автомобили на газоны или на тротуары, естественно, это вызывает недовольство у пешеходов и у других жителей. А если ставят на обочине, это вызывает недовольство у водителей, которые разъехаться не могут? Ну вот в том-то и дело. Поэтому проблема с парковками, она есть везде. И здесь не исключение. Поэтому 10% отвечают за, голосуют за автопарковку. 6% хотят видеть здесь жилой дом. Может быть, хотят увидеть какой-то квартал, жилой дом. Здесь конкретно не объясняют свои предпочтения. Но, тем не менее, 6 человек ответило, что хотят увидеть здесь жилой дом. Возможно, с какой-то коммунальной хорошей инфраструктурой. С теми же детскими площадками или еще что-то. Зеленый, зеленый какой-то. И лишь 4% из запрошенных назвали административное здание в качестве предпочтения для застройки этой территории. Вот вам ответ на вопрос, чего хотят кировчане. Если мы говорим о том, что здесь кто-то собирается, планирует или собирается построить конгресс-холл, здесь невыносимая транспортная загруженность. Здесь у местных жителей возникают вопросы по коммунальной инфраструктуре. Потянет ли водоснабжение, отопление, электричество, существующее там, вновь построенное какое-то административное или высотное жилое здание. Поэтому здесь надо учитывать мнение жителей. Я, как депутат этой территории, обязан донести эту информацию и до городской администрации, и, если надо, до других, до областной власти. А не обращались они с вопросом, да? Может быть, депутатам городским? Я не знаю. Вот не местные жители говорят, что нас никто не спрашивал. И депутаты в едином голосе говорят, что мы вообще первые, только и СМИ узнаем информацию об этом участке. Но участок принадлежит области, поэтому, в принципе, они вправе... Они вправе решать, но хорошо бы они прислушивались. Но я хочу сказать следующее, что без городской думы построить здесь что-либо не удастся никому. Потому что именно городская дума принимает решение о виде разрешенного использования земельного участка. Поэтому, как решит городская дума, такой объект здесь и будет. Ну что, будем надеяться на то, что в городской думе после сентября будет достаточное количество людей, готовых сказать «нет» Конгресс-холла. Уж извините, пожалуйста, я тоже за парк. Я тут в некотором смысле такое заинтересованное лицо, скажем. Потому что я вроде и живу далеко, но район родной, когда-то мы здесь жили. Мне тоже кажется, что парк значительно симпатичнее, чем какой-то Конгресс-холл. Еще одна тема, которую хотела бы с вами обсудить. Времени остается не так много. Тема тоже касается благоустройства города. На прошлой неделе, по-моему, выходные Антон Касанов, известный в Кирове, соорганизатор экскурсии пешеходных, пешком повятки, поднял важную тему. Мы все знаем, да, кинотеатр «Октябрь», вот это здание на перекрестке молодой гвардии Карла Маркса. Достаточно долго оно стояло такое, приходило в упадок. Когда-то в 90-е годы там были какие-то кафе, еще что-то, еще что-то. И вот тут появилась недавно совершенная информация, что здание получило в аренду, как я понимаю, структуры известного в городе депутата законодательного собрания Валерия Крепостнова. В здании разместился некий центр досуга под названием «Практикум». И сейчас здание украшает, если можно так сказать, баннеры. И, собственно говоря, название большими крупными буквами на фасаде. Не всем это понравилось. Антон Касанов, в частности, пишет, что вот это изуродовало историческое здание, ну, не вписалось как-то в его архитектурный облик. И здесь такая большая проблема. С одной стороны, есть старые здания, в том числе старинные здания, которые город, бюджет не может содержать. Оптимальным вариантом в этом случае, как мне кажется, да, и как делают во многих городах, отдать это здание либо в аренду, либо там продать бизнесу с условием, что бизнес приведет здание в порядок, будет его содержать. С другой стороны, бизнес, когда берет на себя какие-то обязательства и вкладывает в это деньги, имеет, наверное, право делать так, как он хочет. Вы знаете, естественно, есть охранные обязательства перед Министерством культуры, так как этот памятник имеет свою культурную ценность. Что касается конкретно этого случая, кинотеатра «Октябрь», то надо отдать должное, что бизнес, вкладывая туда средства, в капитальный ремонт, там был приведен капитальный ремонт, и здание, можно сказать, сохранилось. Что касается его внешнего оформления, то, конечно, и у меня вызывает массу вопросов вот эти непонятные баннеры и билборды, которые появились на таком красивом фасаде. И, естественно, я думаю, и городская администрация, и мы, как депутаты, обратимся с просьбой к арендатору пересмотреть свое отношение к оформлению этого объекта, потому что это действительно некрасиво. Но, еще раз повторяю, надо отдать должное, что здание было спасено, потому что предыдущий арендатор кинотеатра «Смена», который взял в аренду на 10 лет этот объект, он не смог справиться с ремонтом. Плюс там, я насколько понимаю, некие еще были обязательства как раз охранные. Ну, в том числе. Поэтому, мне кажется, практику нужно продолжать. Вопрос заключается в том, чтобы все договоренности письменные, которые отражаются в договоре аренды, они соблюдались. И все охранные обязательства бизнесменами соблюдались. Только так мы получим красиво украшенный город и сохраним исторические здания. Например, мне не совсем понравилось, но, тем не менее, действительно ситуация такова. Бывший музей на перекрытии Спаска и Ленина точно так же был продан. По-моему, продан он был. За один рубль, если я не ошибаюсь. По-моему, 700 тысяч, если я не ошибаюсь. Понятно, простите. Значит, был продан бизнесмену, и тот повесил там баннер аренда сразу же, не успев, можно сказать, подписать договор купли-продажи, повесил баннер аренда. Ну, какого арендатора он затащит под эти крыши, это одному богу известно. И если там вдруг появится какой-нибудь сетевой продуктовый магазин и зависит профнастилом красивый фасад, то это, конечно, неприятно, и с этим надо будет разбираться. Поэтому практика, она известна во многих городах России. У нас она только-только набирает обороты, и надеюсь, что она будет по-честному. — Алексей, я правильно понимаю, что у городской думы и у городской администрации есть некие рычаги давления и убеждения арендаторов зданий на приведение их внешнего вида в соответствии? — Подписан договор аренды, есть даже специальная организация, которая занимается управлением рекламой в городе Кирове, это городская реклама, это городское учреждение. Поэтому есть все необходимые рычаги. Вопрос заключается в том, чтобы бизнес вел себя по-честному и правильно воспринимал ту информацию, которая посылается ему от собственников. А жители, естественно, вправе высказывать свою точку зрения о том, нравится им внешний облик муниципального здания или не нравится. И вот эти посылы должны быть всеми услышаны. — И учтены. — И учтены. — Особое мнение Алексея Кузьмина, депутата Кировской городской думы, слушали сегодня. Программа, к сожалению, завершается. Прощаюсь с Алексеем, Яна Лапшина и с вами, слушатели. — До свидания. — До свидания, уважаемые слушатели. — Особое мнение на 101FM